Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и давно меня уже просили затестить вот такую вот штучку с Алиэкспресс. Сейчас я подробнее покажу, что это. Я ее уже заказала, с удовольствием для вас протестирую. Мне она показалась в свое время тоже очень интересной. Такой вот карандашик с необычным наконечником. Это вещь для бровей, давайте распечатаем ее. Все очень хорошо запаковано, как вы видите. Я выбрала коричневый цвет. Как видите, здесь три такие полосочки, благодаря которым мы можем бровки рисовать прям волосками. Сейчас мы полностью затестим с вами этот карандаш, но перед этим я бы хотела вам напомнить о кэшбэк-сервисе SmartySale, благодаря которому я экономлю на покупочках в интернете. Это очень удобный кэшбэк-сервис, приложение которого можно скачать на Android и на iOS. Здесь представлено более 1100 магазинов. Мне кажется, здесь собраны просто все магазины, а главное мои любимые. Я думаю, и многим вам известные магазины. Также здесь представлен Алиэкспресс, наш любимый, где я всегда заказываю. Очень выгодный процент по кэшбэку, до 50%. И круглосуточная техподдержка, которая всегда поможет вам с заказом. Ссылочку на этот кэшбэк-сервис SmartySale я оставлю под видео. Заходите, регистрируйтесь и получайте свои проценты с каждой покупки. Ну что, напомнила я вам, как экономлю свои денежки и возвращаю часть процента от покупки себе обратно на кошелек, благодаря которому могу еще покупать что-нибудь интересное. И это всегда очень приятно. Так, теперь начнем. Возьмем зеркальце. Вот мои брови. У меня татуаж бровей, как многие знают. Ну вот можно было бы, да, немножко пририсовать. Давайте посмотрим, как он будет рисовать. Первое, что я здесь смотрю, на самом деле, три эти волосинки, даже не три, их четыре здесь. Они очень-очень утоплены. Мне бы хотелось, чтобы они были побольше, знаете. Давайте попробуем сейчас мазнуть на руке. На руке это выглядит вот так. И мне становится страшно, что я это могу не стереть со своих прекрасных натуральных бровей. Да, всегда становится страшно. Ну, давайте начнем. Вот такими, вот такими вот волосковыми такими, как сказать, волосковыми штрихами. Да, мы как бы аккуратненько контурируем нашу бровь. Немного есть страх. Ну, вроде бы получается ничего. И мне, честно говоря, хочется поворачивать его боком, как раз-таки вот этим самым высоким кончиком, потому что он идет маленький, побольше, побольше, таким, знаете, как пирамидкой. И хочется вот этим самым большим рисовать волоски. Вот как-то так. Да? Сравните. По-моему, шикарная бровь получилась. И она такая раз, и приподнялась у меня даже. Так, давайте продолжим. Сделаем вторую бровь. Я буквально веду вот по своей брови, где она у меня вот здесь вот заканчивается. Просто я ее очертаю немножечко. Там чуть-чуть не получилось. И вот интересно, как она стирается, если честно. Или уже все? Или уже все, капец? Не стирается. Вот, теперь вроде одинаковые. Брови это все равно такое искусство, блин, реально. Почему вот я и сделала татуаж? Вот это каждый день вырисовывать эти брови, конечно, жесть. Все гуще и гуще становится. Слушайте, ну что я вам могу сказать? Вот, честно, откровенно. Ничего особенного я не вижу в этой штуке. Да, как фломастер, классный цвет. Ну, то есть, вот эти три волосинки, то, что они, да, они абсолютно никакого особого понта не делают. Так можно делать и просто тоненьким фломастером. Цвет хороший. Надеюсь, мои брови не сильно теперь темные для моего лица. Так, давайте посмотрим сдалека в целом, да. Ну, вроде неплохо, да. Мне нравится, что даже при том, что я хотела сделать волосинками, да, что-то там не сравнивалось у меня. И мне нужно было добавить еще. Я добавляла еще и получилось как бы сейчас, ну, вот самый насыщенный, мне кажется, цвет, который мог получиться. Тем не менее, неплохо смотрится. Это означает, что цвет сам по себе хороший. Не очень хорошо, что, знаете, вот так прям стереть. Может быть, если намочить сейчас ватную палочку и стереть, мы это быстро сотрем. Давайте это проверим. Так как, в принципе, мне сейчас нравится, как бровки мои накрашены, я люблю темные брови. Раньше я всегда носила такие темные брови. Давайте просто попробуем это сделать на руке. У меня тут на руке еще тональное средство осталось. Ну, не сказать, что оно прям вах-вах стирается. Вы видите, оставляет за собой. Поэтому, если вдруг вы его так накрасили, то уже не очень удобно стирать. Возможно, это, знаете, как вот, ну, это стойка окрашивания бровей, мне кажется. То есть, на целый день вы можете идти. Это не то, что вы накрасили тенями. Но при этом, я думаю, что человек, который покупает вот такие фломастеры, да, стойкие, он уже должен понимать, что он хорошо с первого раза может накрасить себе брови. Я бы не стала покупать себе такую вещь, возможно, второй раз. Но сейчас я даже вижу, что у меня одна бровь как будто темнее вот в зеркале. Ну что, обзор сделан, затестили. Мое мнение, что можно справиться любым другим фломастером. Смысл еще тут, что это тату, да. Но мы с вами вот сейчас попробовали смыть, и, в принципе, вы видели какое тату, которое легко смывается обычным смоченным, обычной смоченной палочкой. Поэтому я бы не назвала это тату, хотя бы водостойкое было бы, что ли, хотя бы специальным средством, если бы снималось. Ну, в общем, решайте сами, иметь или не иметь. Сам цвет мне очень понравилось, и, в принципе, в принципе, неплохое средство. Стоит оно недорого, ссылочку под видео я на него оставлю. Также оставлю ссылочку на кэшбэк-сервис. Обязательно проходите. Очень хороший кэшбэк для экономии денег. Особенно, если вы часто покупаете все в интернет-магазинах. Там очень много магазинов. Все, мои хорошие, пишите отзывы, если кто-то пользовался, если кто-то хочет попробовать. Может быть, у вас есть какие-то альтернативные, интересные вещи. Также пишите мне, если хотите, чтобы я что-то затестила. У меня, на самом деле, очень много прикольных штучек таких с Алиэкспресс еще, которые я буду с вами тестить. Мне очень интересно будет показать вам все это дело. Но это в будущем. А сейчас, если понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok